Королевская семья была категорически против сделки герцогов сосекских с Netflix, поскольку она изначально несла угрозу нарушения тайны личной жизни монарших родственников принца Гарри. Теперь эти подозрения сбылись, как утверждают инсайдеры, герцогу сосекскому пришлось вступить в юридический бой с представителями стриминговой платформы из-за беспрецедентного давления в свой адрес. Накануне днем королевский эксперт Анджела Левин в ходе выступления на Талк Радио призналась, что новый многомиллионный контракт, подписанный герцогами сосекскими с Netflix, имеет и обратную сторону медали, которая категорически не нравится внуку королевы Елизаветы Второй. Она уверяет, что продюсеры онлайн-платформы требуют от принца Гарри разглашения деталей жизни королевской семьи, которые можно было бы положить в основу очередного сезона нашумевшего сериала «Корона». Проблема в том, что когда я встречалась с ним в Кенсингтонском дворце, герцог сосекский говорил, что они всей семьей наблюдают за развитием сюжета, но он хотел бы настаивать на завершении съемок до того момента, когда сценаристам нужно будет освещать жизнь его семьи, поясняет Анджела. Теперь самый страшный кошмар принца Гарри сбылся, но у него нет возможности повлиять на корпорацию, от которой зависит его благосостояние. Немалое удивление у королевского эксперта вызвало само желание герцога сосекского работать с Netflix. Она помнит, что прежде он высказывал крайне негативное отношение к продюсерам «Короны», которые, по его мнению, высмеивали жизнь его отца, матери и бабушки. Такие слова она слышала от него более двух лет назад, когда в сети появился четвертый сезон сериала. Прошло несколько месяцев с того момента, и уже в сентябре 2020 принц и его супруга заключили контракт с Netflix. Я думаю, что Гарри и сам понимает, что совершил чудовищную ошибку. Но он сильно изменился после того, как покинул королевскую семью, и рядом с ним не оказалось того, кто отговорил бы его от такого сомнительного предприятия. «Я почти не узнаю в нем того прежнего герцога сосекского, с которым я была довольно долго знакома», сожалеет Анджела. Инсайдеры говорят, что победить в противостоянии с Netflix у принца Гарри нет шансов, несмотря на то, что он пока настаивает на том, чтобы финальный сезон «Короны» закончился до событий Мексита. В июне прошлого года принц Гарри и Меган Маркель стали родителем во второй раз. У пары родилась дочь, которую назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II. Королева была озадачена таким выбором. Герцог и герцогиня сосекские дали дочери имя Лилибет. Это детское прозвище королевы, которое она разрешала использовать только своему покойному мужу, принцу Филиппу. Поклонники высказали недоумение, почему супруги взяли неполноценное имя королевы. Оказывается, принц Гарри пошел на хитрость, чтобы получить разрешение назвать свою дочь прозвищем Елизаветы II. Ее Величество даже не заподозрило подвоха и была уверена, что супруги назовут малышку Елизавет, а не Лилибет. Я слышал, как Гарри позвонил ей и сказал, мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка. Она сказала, как мило с твоей стороны, спасибо, думая, что речь идет об имени Елизавет. Так, они получили разрешение, не назвав имени поделился приближенный к королевской семье дизайнер Ники Хаслом в подкасте The Certain City. До 6 июля поклонники принцессы Дианы, королевы людских сердцец, могут посетить лондонскую галерею Филипп Молт и Компани, чтобы увидеть редкий и ранее неэкспонируемый портрет Уэльской. Известно, что картина под названием «Диана, принцесса Уэльская» была написана художником Нильсоном Шанксом в 1994 году, за три года до трагической смерти Уэльской в Париже. Принцесса изображена в изумрудном бархатном платье от Кэтрин Уолкер, который она надевала в преддверии фотосессии для журнала Vanity Fair в 1997 году. Известно, что финальным образом Дианы стали белая блузка, украшенная жемчугом, и синяя юбка. На портрете Уэльская изображена в довольно необычной позе, она очень задумчива, а ее взгляд устремлен в половину. Что касается написания королевских портретов, то художнику редко удается запечатлеть одновременно две стороны личности особы, которую она использует на публике и в закулисье, отметил галерист Филипп Молт. Однако набросок Шанкса уникален, ведь он сочетает гламур Дианы и ее трогательное настроение последних лет, добавил он. Первоначально картина была выставлена в Кенсингтонском дворце, месте, где жила Уэльская вместе со своими сыновьями. Затем портрет перевезли в ее родовое поместье Альтерпхаус в Нордгимпорт-Аншире. В январе плотно было продано за рекордную сумму 201 600 долларов США на престижном лондонском аукционе Сазебис. Принцесса Диана переживала чрезвычайно трудный период, и посещение Нельсона в его студии с женой Леоной и маленькой дочерью Анализы предоставила ей причудливое и утешительное пространство вдали от суматохи. Известно, что во время работы над портретом принцесса Диана успела подружиться не только с Шенксом, но и его женой Леоной. Диана написала письмо Нельсону и Леоне, в котором говорилось, что приход в студию был безопасным убежищем, полным любви и поддержки. «Я очень скучаю по тебе и Леоне. Мои визиты в студию – это такие безопасные, полные любви и поддержки встречи», – написала Уэльская в письме, адресованном художнику. Шенкс писал портрет в то время, когда начали распространяться слухи о похождениях принца Чарльза, а также открылись его телефонные разговоры пикантного содержания с Камиллой Паркер-Боулс. Нельсон и Диана поддерживали связь после завершения ее портрета. Нельсон был полностью опустошен ее смертью в 1997 году. В минувшую пятницу принцессе Диане исполнился бы 61 год. В свою очередь, принцы Гарри и Уильям отметили день рождения матери, написав открытое письмо лауреатам премии, посвященной Уэльской. Королева Елизавета II, кажется, отлично себя чувствует и продолжает радовать публику во время своего недельного визита в Шотландию. На этот раз монарх вместе со своим сыном принцем Чарльзом посетила парад королевской роты лучника Фридендо, который проходил в садах дворца Холерут. Королева блистала в нежно-голубом платье пальто и шляпке в тон. Образ дополняла традиционное многоярусное ожерелье из жемчуга. Конечно, во время торжества Елизавета II прибегала к помощи трости, однако в целом поклонников порадовал ее счастливый вид за исключением одной детали – болезненного внешнего вида ног ее величества. И хотя врачи и специалисты заявляют, что поводов для беспокойства нет, королевские эксперты сходятся во мнении, что состояние монарха ухудшается с каждым днем, и этот королевский тур по Шотландии будет для нее последним и ей всерьез стоит задуматься о передаче трона принцу Уэльскому. К слову, в минувшую среду королева встретилась с первым министром Шотландии Николой Стерджин, известный своими радикальными взглядами и ярым антимонархистом. Во время беседы с политиком было принято решение провести второй референдум о независимости Шотландии. Мероприятие запланировано на 19 октября 2023 года, а это означает, что вскоре Шотландия вслед за Барбадосом возможно отделится от Великобритании и станет независимой страной. Однако Елизавета II в любом случае сохранит свой пост главы государства, если страна не прибегнет к голосованию для перехода от монархии к республике. Ее Величество вместе с принцем Чарльзом и принцессой Анной должна была посетить торжественную службу в честь принятия новых членов в Ордене Чертополоха, который является высшей рыцарской наградой в Шотландии. Но монарху пришлось отказаться от участия из-за состояния здоровья, вместо нее на церемонии присутствовали ее дети, принц Уэльский и королевская принцесса. По окончании мероприятия монарх вместе со своими наследниками прибыла на светскую вечеринку в сад дворца Холерут, где к ним присоединились принц Эдвард и графиня София Иссекская. Кажется, что теперь судьба Меган Маркл находится в руках королевы, или же на самом деле все совсем иначе и монарх не хочет запятнать репутацию короны. В любом случае вероятность того, что поклонники узнают решение по делу о запугивании персонала герцогини Сасекской, фактически равна нулю. О завершении данного расследования сообщил советник Букингемского дворца, также он заявил, что финальный отчет обнародован не будет. Более того, все сотрудники и члены королевской семьи будут осведомлены о политике и процедуре проведения расследования. Также теперь у сотрудников дворца появится возможность сообщать о нарушениях со стороны представителей монархии, в особенности, если у них есть жалобы на ненадлежащее поведение со стороны королевских особ. Теперь персонал имеет право разоблачать нарушителей британской короны. Это никоим образом не будет ограничивать работников, теперь будет существовать процедура того, как можно сообщить о той или иной проблеме. Будет возможность поднимать определенные проблемы, если это будет уместно с помощью независимых консультантов, объяснил советник. Стоит отметить, что проверка ненадлежащего поведения Меган Маркл была организована Букингемским дворцом в марте 2021 года после публикации скандальной статьи в британском The Times. Сасекской обвинили в издевательствах над своим персоналом во время ее пребывания в Кенсингтонском дворце. Известно, что жалоба была подана еще в октябре 2018 года бывшим секретарем по связям с общественностью Джейсоном Кнауфом. К слову, специалист некоторое время работал с герцогами сасекскими. Сообщалось, что Меган выгнала двух личных помощников из дома и плохо обращалась с третьим. Однако герцогиня моментально опровергла данную новость.